Всем привет и добро пожаловать на канал Хайрекс. Перед вами пятый видеовыпуск кино ужасностей, вторая часть. Практически все киноадаптации, сделанные на основе серии видеоигр Resident Evil, в своём большинстве оказывались серьёзным разочарованием для фанатов этой серии. Да и критики в целом особо не хвалили эти киноленты. После выхода в 2002 году на большие экраны первой части из целой кинофраншизы от Пола Андерсона, которая является самой удачной киноадаптацией из всех, что были сняты на данный момент, дальнейшие проекты стали становиться всё хуже и хуже. После третьего фильма Андерсон и вовсе решил уделять внимание визуальной стороне фильмов, а не сюжетной составляющей. Можно сказать, что в постановщике проснулся синдром Зака Снайдера. В итоге это вылилось в полную неразбериху на экране. Хотя в том же «Обители зла» 2002, несмотря на минимальную связь с первоисточником, режиссёр и сценаристы смогли сделать вполне достойный фильм. Интересный с точки зрения сюжета и зрелищный со стороны визуального ряда. И если рассматривать первую часть кинофраншизы как самостоятельное произведение, то это вполне качественный представитель своего жанра. К сожалению, дальнейшие эксперименты оказались неудачными. После кинофраншизы от Пола Андерсона следующим полноформатным проектом стал фильм 2021 года «Обитель зла» Раккун-Сити. Постановщиком данного фильма выступил Йоханнес Робертс, режиссёр, который снял всего несколько фильмов и то довольно сомнительного качества. «Обитель зла» Раккун-Сити считается самой слабой киноадаптацией Resident Evil на данный момент. Несмотря на то, что авторы и киностудия всё-таки прислушались к фанатам, добавив фильм классических героев, оригинальные локации и даже прикрутили много прямых отсылок в виде разных фрагментов, взятых прямиком из видеоигр, фильм обладает большим количеством минусов. Среди основных – скомканный сюжет, неудачный актёрский состав, плохие по современным меркам CGI, а также слабая режиссура и операторская работа. И вот буквально пару недель назад проверенный источник сообщил, что принадлежащая компании Sony киностудия Screen Gems почти завершила работу над сценарием новой адаптации Resident Evil. Детали этого фильма, конечно же, держатся в секрете. Однако на этот раз руководство Sony якобы намерено выделить на проект большой бюджет, особенно в сравнении с теми небольшими затратами на фильм 2021 года. Точный объём финансирования сейчас обсуждается, но ходят слухи, что бюджет составит 40-50 миллионов долларов. Вероятно, наблюдая за успехом экранизации The Last of Us и Fallout, создатели Resident Evil в студии Capcom решили ковать железо пока горячо. Хотя на данный момент у студии нет проблем с деньгами. Их недавний ремейк, легендарный Resident Evil 4, очень хорошо себя показал. Обновлённая версия классики получилась очень даже качественной и в каких-то моментах даже превосходит оригинал. И я говорю сейчас не о графике. Вполне логично, что между оригиналом и ремейком целых 20 лет. Мне как фанату этой игровой серии очень хотелось бы увидеть достойную киноадаптацию хотя бы на уровне первого фильма от Пола Андерсона. По сообщению портала Deadline, трэш-хоррор Ужасающий 3 выйдет в североамериканский прокат на две недели раньше. То есть 11 октября, а не 25-го, как планировалось изначально. В третьей части франшизы Дэвид, Говард, Торрентон и Лорен Лавера снова вернутся к своим ролям. Клоуна Арта и Сиены, соответственно. В режиссёрском кресле по-прежнему Дэмиен Леоне. Фил Фальконе, неизменный продюсер франшизы, уверяет, что Ужасающие 3 оправдает ожидания фанатов, и возможно даже превзойдёт их. А Клоун Арт выведет свою и без того ужасающую игру на новый уровень. Третья часть из франшизы Шкатулка Дьявола должна выйти на большие экраны уже 18 июня. Первый фильм про злобного клоуна из коробки появился на свет в 2020 году, а спустя пару лет объявился и сиквел, который был принят более радужно, нежели его предшественник и собрал в прокате полтора миллиона долларов. Учитывая мизерный бюджет, который не превысил даже 100 тысяч долларов, фильм окупил себя, и авторы задумались о продолжении. И вот теперь настало время триквела, который, судя по трейлеру, слегка улучшил свой визуал. Тем не менее, глядя на трейлер, все равно ощущаешь дух фильма в категории «Б». Лоуренс Фаулер, как и в прошлые два раза, занял пост режиссера, а также создал новый сценарий для продолжения. Фильм называется «Шкатулка Дьявола 3. Воскрешение». Судя по трейлеру, кровавый кошмар продолжается, и он только набирает обороты. Что до сюжета, то на сей раз демона-клоуна из дьявольской шкатулки высвободят ученицы частной школы для девочек. Демоническому созданию, как всегда, потребуется ровно 6 жертв, чтобы утолить свой голод. Посмотрим, что авторы приготовили нам на этот раз. Кинофильм уже вышел в некоторых азиатских странах, а также был показан в США на секретных сеансах. По итогу, на данный момент «Джек из коробки» – именно так звучит оригинальное название – имеет в своем распоряжении порядка 700 тысяч долларов. По всей видимости, новая часть франшизы также сможет перейти порог бюджета, который на этот раз составил 560 тысяч. Второй фильм хоть и был на ступень выше первой части, но все же сохранил в себе ее недочеты. Хочется верить, что триквел сделал домашнее задание и произвел работу над ошибками. Иначе четвертой части может и не быть. 6 июня в кинотеатрах «Большой и необъятный» состоялся релиз мистического ужастика испанского производства под оригинальным названием «Фаро», что означает «Свет» или же «Маяк». В нашей локализации название фильма будет немного отличаться – «Паранормальная» – «Маяк». По сюжету девочка-подросток по имени Лидия и ее отец Пабло переезжают на далекий маяк, доставшийся им в наследство от деда. Лидия постепенно приходит в себя после трагической гибели матери, а Пабло как может заботится о своей дочери. Вскоре у девушки появляется новый симпатичный друг и, казалось бы, жизнь начинает налаживаться. Но, как известно, маяки представляют собой довольно загадочные места. Они не только помогают кораблям найти пристань, но и привлекают таинственные потусторонние силы, и не все из них хорошие. Свет маяка может свести с ума, а может заставить поверить в реальность существования призраков. Перед нами мистический ужастик про видения и призраков, который может оказаться довольно неплохим, учитывая, что над фильмом работала студия, причастная к созданию антиутопии «Платформа». Я небольшой фанат подобных кинолент, но если в них есть крепкий скелет истории, то почему бы и не ознакомиться с таким фильмом? А вдруг зайдет? 29 августа состоится премьера итальянского фильма ужасов под названием «Колодец». Ключевая роль досталась актрисе Лорен Лавери из фильма «Ужасающие 2». Девушка пустилась во все тяжкие по миру киноужасов. В этот раз актриса сыграет персонажа по имени Лиза Грей, молодую, подающую надежды девушку, которая занимается реставрацией старинных произведений искусства и в частности картин. Она отправляется в небольшую итальянскую деревню, чтобы вернуть средневековой картине ее былую славу, не подозревая об опасности, исходящей от злого проклятия, которая окружает эту картину и веками живет в этих краях. Критики, уже видевшие фильм на одном из кинофестивалей, щедро отсыпали ему 80% свежести на тухлых томатах. Согласно трейлеру, авторы «Колодца» обрушат на зрителей древние проклятия, море крови и много всякой тошнотворной мерзости. Ко всему этому стоит ожидать появления разных монстров, среди которых будут обычные, но поехавшие головы люди, а также какие-то человекоподобные твари. Одного из антагонистов сыграет Мелани Гайдас, американская модель с заболеванием эктодермальная дисплазия. Это генетическое заболевание с самого рождения влияет сразу на рост волос, зубы и ногти человека. Волосы не растут, зубы молочные, которые со временем выпадают, и картина ногтей также печальная. Они либо не растут, либо весьма хрупкие. Но такое генетическое уродство не помешало стать девушке-моделью, и получить несколько ролей в кино. Как вы, наверное, уже поняли, преимущественно в ужастиках. 3 июня в широкий кинопрокат вышел фильм ужасов с элементами триллера под названием «Новая жизнь». При этом кинокартина уже доступна к просмотру в цифре. Этот фильм был показан на кинофестивале в Торонто ещё в прошлом году, а 3 мая его запустили в кинотеатрах США, правда в ограниченный прокат. Сюжет фильма повествует о том, как некая молодая девушка, пережив ужасные вещи и совершив непреднамеренное убийство, находится в бегах. Она хочет пересечь границу и попасть в Канаду. По её следу отправляют женщину-детектива из секретной организации, которой поручено задержать беглянку. Работа детектива осложняется тем, что она не знает, с чем точно имеет дело, и узнаёт об этом ближе к финалу киноленты. Проблема в том, что беглянка является переносчиком опасного вируса, который смог мутировать и теперь при контакте с Джессикой все люди заражаются и в конечном счёте превращаются в агрессивных мутантов. Вдобавок к этому, женщина-детектив сама находится на прогрессирующей стадии тяжёлой болезни. И по факту это её последнее задание. Чем ближе детектив к цели, тем больше она понимает, что накануне только жизнь этой девушки, но и судьба всего человечества. Перед нами неторопливая детективная история, приправленная ужасами, которая приводит к жутким последствиям. Фильм вполне может держать зрителя в напряжении до самых финальных титров, но это довольно неторопливый кинопроект с тягучим повествованием. Самое то для осеннего настроения, когда за окном серое небо, накрапывает дождь, а деревья почти скинули всю свою листву. В этом случае атмосфера фильма станет ещё более ощутимой. Эта кинолента – хороший обращик ужасов на тему опасных вирусов, которые превращают людей в опасных существ. Киноленту поставил новичок Джон Росман. Новая жизнь является его режиссёрским дебютом, и можно с уверенностью сказать, что постановщик снял весьма крепкий фильм. Хочется верить, что в будущем Росман поднимет планочку на новый уровень. В этом году состоится релиз ещё одного ужастика про ведьму в подвале. Студия Social House Films, которая начиная с 2020 года работает над разными ужастиками класса Б, выпустит кино под названием Бизель. Про жуткую ведьму, которая будет обитать в подвале частного дома. Режиссёром киноленты выступил Аарон Фрадкин, который уже успел снять для этой же киностудии несколько короткометражных фильмов. В принципе, для студии Social House и этого режиссёра, в частности, данный фильм станет первым полным метром. Пожелаем им удачи. Трейлер к фильму довольно-таки мрачный. Конечно, сразу видно, что бюджета ребятам явно не хватает, но пока всё выглядит вполне сносно. Учитывая вполне жутковатые истории из короткометражек может получиться достойный представитель жанра. Но тут есть подводные камни. Одно дело снимать короткие фильмы на 10-15 минут, а другое дело растянуть повествование на стандартные 80 минут. Синопсис картины весьма простой. Ужасающий инцидент с участием ребёнка раскрывает некое зловещее присутствие древней ведьмы, которая уже давно обитает в стенах подвала. 12 апреля на цифровых платформах вышел фильм ужасов на тему оборотней под названием «Затмение». Кино снято в классическом формате, в лучших традициях Человека-Волка. Бюджет, увы, небольшой, но в общем и целом кино вполне достойно просмотра, особенно если вы являетесь фанатом фильмов про оборотней. Ларри Фессенден, который больше всего известен как актёр и продюсер, занял кресло режиссёра в этом кинопроекте. Это его второй полноформатный фильм. По синопсису, художник по имени Чарли убеждает себя в том, что он является тем самым оборотнем, который пожирает людей в маленьком американском городке. Чарли пытается разобраться в этой ситуации, но, конечно же, всё выходит из-под контроля. Крик 7 продолжает формировать свой актёрский состав. На данный момент в этом кинопроекте задействованы актёры из оригинальной квадрологии Уэса Крейвена. Ниф Кэмпбелл, как и сообщалось ранее после хорошего гонорара, вернулась к роли Сидни Прескотт. Патрик Дэмси снова исполнит роль мужа Сидни. Кортни Кокс снова появится в роли неубиваемой репортерши Гейл Уэзерс. Также сообщается о взрослых детях Сидни, но кто их будет играть, пока неизвестно. Также к актёрскому составу могут присоединиться Кэрри Рассел, Лесли Гроссман, Зион Морена, Гейл Харральд и Кейли Хьюман. Кэрри Рассел вполне вероятно может исполнить роль некой подруги Сидни. Актриса довольно известная и неоднократно снималась в «Мистике и ужасах». Одним из последних фильмов в таком жанре является «Олень и рога». В фильме идёт речь о злобном духе Виндиго, который, вселяясь в человека, меняет его образ до неузнаваемости. Актриса отлично сыграла в этом фильме. Кино получилось атмосферное и жёсткое. В наше время таких кинолент весьма и весьма мало. На канале есть обзор на данный фильм, ссылка будет в описании. Про сюжет новой части Крика пока ничего не известно. Вокруг проекта блуждают различные предположения, большая часть которых исходит от самих фанатов. Инсайдеры также не дремлют и открывают свой конкурс на лучший сюжет. По одной информации, сестра Стю Мэтчера станет убийцей. По другой версии, сам Стив восстанет из мёртвых и наконец-то станет частью сценария, который когда-то создавался для триквела, но был переписан из-за того, что его черновую версию случайно слили в сеть. Реализация и доработка этой идеи с культом Гоустфейсов во главе со Стю Мэтчером пока вполне даже уместна, учитывая, что оригинальный сценарист теперь занимает режиссёрское кресло. Также стало известно, что новый фильм будет иметь приличный скачок во времени, после событий шестой части, около пяти-шести лет. Седьмая часть станет первой частью новой трилогии. Съёмки новой части известной франшизы должны стартовать в конце сентября этого года. Релиз фильма намечен на 25-й год. Точных дат пока нет, но скорее всего это будет осень. 17 мая состоялся официальный цифровой релиз слэшера под названием «Безликие после наступления темноты». Синопсис киноленты. После того, как Боуи стала звездой благодаря ужастику про клоуну-убийцу, её берёт в заложники безумный фанат, который хочет воплотить сценарий фильма в реальность. С этого момента жизнь Боуи меняется. Это второй по счёту полнометражный фильм Рэймонда Вуда в качестве режиссёра. В основном Вуд занимается монтажом фильмов класса Б. Данная кинолента довольно непримечательна, а тот факт, что главная героиня-лесбиянка может отпугнуть часть зрителей. По факту перед нами обычный Б-муви, который даже не пытается войти в более высокую лигу. И даже может пасть на самое дно дешёвых ужастиков. Все составляющие фильма довольно посредственные, хотя несколько неплохих идей всё же будет. Но реализация снова подкачала. Кино на один раз. При этом без прокрутки точно не обойтись, так как повествование жутко растянуто. Студия Блюмхаус объявила о работе над новой экранизацией «Моего кровавого Валентина». К сожалению, пока нет информации о том, станет ли этот фильм продолжением ремейка 2009-го или будет приквелом оригинальной киноленты. А может быть и вовсе станет самостоятельным перезапуском. Оба «Кровавых Валентина» 1981 и 2009-го рассказывали о том, как в День всех влюблённых маньяк в шахтёрском костюме и вооружившийся киркой устраивает бойню в маленьком американском городке. После этого власти надолго прекращают отмечать романтический праздник, а когда много лет спустя решают возобновить традицию, убийца объявляется вновь. Актёр и режиссёр Шон Кронин выпускает этим летом вампирский хоррор «Богевиль». По сюжету фильма несколько беглецов натыкаются на заброшенный трейлерный парк под названием «Богевиль». Поддавшись на уговоры жутковатого смотрителя, они остаются в парке и вскоре узнают, что его истинные обитатели – это стая вампиров. Видно, что кинофильм малобюджетный, но грим кровососов внушает доверие. Судя по настроениям, которые заметны в рекламном трейлере, перед нами предстанет ужастик с элементами чёрной комедии с довольно жёстким юмором. Я обратил внимание, что современные фильмы про вампиров изображают детей ночи довольно жуткими, без каких-либо манер, как у классических вампиров. Многообещающий канадский пост-хоррор-слэшер «Природа насилия» снова сменил название для отечественного проката. Теперь фильм выходит в прокат под названием «Нежить», что, безусловно, лучше, чем «Коллекционер. Начало». Кстати, релиз фильма состоится уже 4 июля. Также у фильма прояснился синопсис, который обрёл более отчётливые очертания. Группа отдыхающих на природе парней и девушек пробуждают к жизни беспощадное существо, заключённое в теле казнённого много лет назад маньяка. Его нельзя убить, от него нельзя убежать, спрятаться или скрыться. Все, кто встретит его на пути, ждёт единственный смертельный исход. Как же им справиться с воплощением самого зла? Ждём кино и надеемся на качественный жанровый кинопродукт. Студия А24 выпустила второй трейлер к фильму «Максим», который станет заключительной главой в целой трилогии фильмов про маньячку Перл и её реинкарнацию в лице молоденькой актрисы Максим. Станет ли девушка воплощением нового зла покажет время, но события вокруг её личности в новом фильме будут весьма головокружительными и довольно кровавыми. Много действующих лиц и много жертв. Судя по всему, режиссёр Тай Уэст снова поднимет планочку, надеясь, что новое творение постановщика станет не хуже своих предшественников, а может быть и лучше. На этом данный видеоролик завершается. Всем пока и до скорого на канале Харикс.